Продолжение следует... Ситуация экономическая, почему я назвал основные параметры, что у нас и рост промышленного производства, и рост доходов наблюдается, в том числе впервые многие годы выполняются доходы и налог на прибыль, будет перевыполнен предприятие, хотя все-таки очень большая доля остается убыточных предприятий, практически каждое второе предприятие убыточное. Буквально на днях я встречался с руководством холдинга, и мы говорили, что очень сложная ситуация сейчас в металлургии, цены на мировых рынках падают, и прокат, и цинк, и сталь, и все эти вопросы очень сложные. Многие предприятия закрываются. Мы договорились, что на 2014 год все-таки объемы производств увеличить электроцинк. Мы договорились, что еще одно очень серьезное, серьезное новейшее оборудование будет поставлено. Фактически на сегодня экологически там такой опасности нет никакой. Но мы договорились, в первую очередь, что в 2014 году, уже вот до Нового года подписано, и мы оказывали содействие, чтобы и в федеральном, и в Росприроднодзоре, и в Роспотребнодзоре подписали определенную природоохранную зону вокруг электроцинка. Вот она сейчас согласуется, практически утверждена, и мы с руководителяхолдинга договариваемся, чтобы вот по реализации этой программы, вот там, где попадают дома в эту зону природоохранную, чтобы их переселяли, ну, то есть те необходимые мероприятия, которые делали, то есть на долгосрочную перспективу все вот это соглашение по соблюдению всех этих требований. Поэтому вопрос даже не ставится о закрытии электроцинка, а ставится о его безопасном и не вредном для носения работы, и полезном для республики. Там, вы представляете, 2000 семей. Ребята работают, вот легче всего выйти с плакатиком и сделать вид, что ты очень переживаешь за республику. И вот эти какие-то цифры бывают, что мы ни по онкологическим заполям, ни по каким, ни в каких, ни в одни из самых благополучных территорий в России. Я же говорю, при вот, даже вот, и новости рейтинг, что включало себя экологически. Это было некий критерий. Выбросы в атмосфере загранилищих веществ от стационарных передвижных источников на единицу площади, оценка климата, обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, затраты охраны окружающей среды на единицу площади на одного жителя охраны окружающей среды. По всем этим совокупным показателям, мы в 29-м месте в России. Поэтому, вот эти все сказки, что у нас это один из самых чистых городов, один из самых чистых экологических ситуаций в республике. Поэтому, надо кому-то какие-то баллы на этом зарабатывать. Да, проблемы были, есть, и они решаются. И надо, нам, конечно, больше и требовательнее быть к руководству колдинга, чтобы вот еще с советских времен вот эти все водные, что оборот воды, вот эти в парке, хранилища электроцинковские, и на имиду вода, вода, хранилища эти озера. Сейчас практически от этого ушли, они закрытый цикл. Сделали практически эти миллионы кубометров, которые выбрасывают уже... Уже сейчас, с Нового года вообще не будет никаких выбросов. И так будет по всем направлениям модернизации. Вот задача в чем, чтобы не в закрытии. Закрыть много ума не надо. Зарматский ГЭС тоже стройка, конечно, может, не такая эффективная для Росгидро, как там Саяна-Шушинская, какие-то крупные на огромных реках. Но для Осетии, Осетия сегодня производит 15-16% потребности электроэнергии. Остальное все закупается на оптовом рынке. С вводом Зарматской ГЭС мы будем порядка 70% обеспечиваться. То есть для нас это значительное, конечно. То есть покупать 85% на оптовом рынке энергии или покупать 30%. Конечно, для экономики нашей республики это большое значение имеет. Что касается самой стройки, ну, на сегодняшний день 70% объем выполненных работ освоен. Вот на окончание строительства нужно порядка 20 миллиардов. То, что Минэнерго приняло решение о консервации, объекты на консервацию, нужно 9-10 миллиардов. Поэтому и главарь республики встречался по этому поводу с министром энергетики Новаком и убеждал и с полпредом хлопойным о том, что неразумно консервировать эту стройку в такой же стадии готовности. На всех случаях добились того, что назначена независимая международная экспертиза, французская фирма проводила, и предварительно они вот как раз в 29-го будут докладывать Минэнерго свое заключение. Ну, предварительные данные заключения известны, что очень неразумно на данной стадии приостанавливать и консервировать. Конечно, даже экономически, даже для того же ДОДа, наверное, выгоднее, как безусмена уже, потому что он для чемодана без ручки, но лучше уже ручку прикрутить и нести его дальше. Поэтому будет решение принято в ближайшее время. Мы очень надеемся, что отменится решение консервации и будет зароманская ГЭС достроена. Тем не менее, есть программа, программа, государственная программа развития Северного Кавказа до 2025 года, есть программа Юг России, основная часть объектов, которые социальные инфраструктуры и социальных объектов, именно по этим программам устроятся. Конечно, рабочие места выгоднее и экономические точки зрения расширять действующие производства и вкладывать в развитие существующих уже производств.